Продолжение следует... 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 Та декзия затосовала дала контуацию наших учеников в гимназии в Полукне. Министр Едукации Републики Литевской, пани Юргита Сиук-Ждиньене, 31 сепня бежащего рока, подписала расположение о реализации спойного плану научения среднего гимназиум в Полукне с сочиним гимназием имени Медейна. Вспойнота гимназиальна была pewна, что школа полска в Полукне будет могла функционировать. По подписанным расположению ученики 3-4 клас гимназиальных стали залестрированы в Państвовом Реществе учениковском нашего гимназиума, згодно з обважающими преписами правными. Однако влады самораду упарще домагалися, aby ученики zostали выреестрованы. Дирекция гимназиума спрестилила себя таким неправным деланам. 5-го пресня благо самораду прибыли с визитом до гимназиум в Полукне с пропозицией фикционного залестрирования ученик 3-4 клас гимназиальных до иного гимназиума. Але фактически ученики контуровали бы наукам в Полукне. Жадные правные преписы правные не позволяют на такие фикционные делания, которые не дают гваранции, что по впливе какого-то часу ученики могут быть змушены побережать наукам в ином гимназиуме. В таких ситуациях остается много вопросов о безопасности, контроли научения, ответственности директоров. По многим неправдно-классамам власти со стороны власти саморадового региона Троцкого общественность гимназиальна не уфа обедницам словным. По-за тем, чуем огромный шацунок и ответственность во время родины нашего patronа, св. памяти Лонгина-Кумоловского oraz regionу Поморца Заходнего NSZZ Solidarnость, которые спирают działальность гимназиума. Ученики и родители выражают хэть укончения и здобиция свидетельства дошлости гимназиума имени Лонгина-Кумоловского в Полукнио. 6 фресня р. Рада Саморадового региона Троцкого по длогих и буржливых дискуссиях большинство голосов проголосовала декзия о ликвидации двух последних класс гимназиальных в Полукнио, не злашаясь на то, что декзия Рады с дня 25 сентября бежомого рока затосовала контурации науки нашим учениам в гимназиуме в Полукнио. 10 фресня бежомого рока ученики класс гимназиальных стали завершены через влады самородовые в ПАРУ. В obecной ситуации ученики не опущены школы и надей подбирают науки в гимназиуме в Полукнио, хотя бы с завершене в ПАРУ. декзия Рады была неприхильна. Научители работают неодплатно. Школьничество мейскости народовых на Литве вместо того, чтобы быть особенно сохранено и развивано, это стременно ограничено, нисчено и трактировано подзрендно в отношении до школьничества в большинстве. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как бы, я хочу сказать. И на то нет, и не будет нашей згоды. Никогда не будет нашей згоды. Хотелось бы себя прийти в такой более неудачный тон и может до какого-то неудачного тону пройду. Потому что, как говорили, это длительная борьба. Это маратон, который, я думаю, что мы полностью с помощью Божьей укончим. Так что, на то, это не последняя акция протеста. Мы знаем, что будут шекаться на следующие. Может быть, даже более личные. А даже сегодняшняя акция является огромным успехом нашей общественности. Потому что мы уже много обязанностей. День работы. Школы уже функционируют полной парой. Организации позволили на 300 человек. Так, Агнешко? Здесь мы два раза столько. 600 человек. Так, поэтому я думаю, что наши действия, противодействия дискриминации будут потягиваться. Потому что, как уже говорил, на то, что в порядке спокойно, спокойно, но очень конкретно. Это полное школьничество просто оборонимы и нет, и нет опции. Возможно, все о том помните, что те население, дискриминация полного школьничества, оно отбывается окрасово. През целую, в засаде, нашу неподлеглость. Мы должны постоянно эти полные школы дать. Потому что они всегда соли вокруг наших оппонентов, или просто неуччивых людей, которые не поддерживают права краевого, как и права униевого. Не так же было в 90-х годах, когда в целом хотели нам эти полные школы уничтожить. Подобно в баталии о гимназии, когда нам предлагали только 13 гимназий в полных. И на то не было взгоды. Сейчас мы 30-х годов, но уже наступила новая фаль борьбы с нами в 2015 году. То есть на 2022 году. И нам сейчас 8 полных гимназий уничтожить, как также ограничить состояние посещения в школах починковых и основных, что, конечно, является разрушительной дискриминацией, потому что все права международные очень выразительно говорят, что новый акт правный, довольно акт правный, Остава, ухвала рандовая, или решения ухвала саморандовая не могут погасить до часовой ситуации в меньшинствах народной. Не могут проводить регрессу. То есть 22-й артикул Конвенции Ромовой о охране прав в меньшинствах народной. И те делания обычных власть, те наши акции будут вносить характер делания маратону. Потому что власть тоже очень прикидываются на наши деятельности. Они хотят уничтожить нашей борьбы. Они хотят проводить широкие неправные решения. Одно из них есть проводить неправные, в основе реестру учеников, не вписывание этих детей, которые не получили позволения институций саморандовых. Хотя уставы нашего края такие возможности не приведуют, но министерство принимает свои документы спречно с нашим уставодавством и в этот способ хочет нас застрашить, застрашить нашу общественность, что как бы наши дети не будут уже фигурованы в никаких реестрах, как бы их и не будет. То есть подвольная дискриминация, очень ценичная дискриминация министерства освяти, потому что на это не имеет права и нашей уставы государственной, и вообще права, скажем, в свете цивилизованном. Как то дети не будут в регистре, как бы этих детей не было, насулася такая мысль, что это что-то подобное, как наши предыдущие переживали в часе оккупации хитлеровской. Потому что не можно было научить детей в языке польским. И они, конечно, не были в никаких реестрах, но в этом очень трагичном часе наши предыдущие организовали себя и проводили тайные комплекты научения. В гораздо меньшее ситуации, под грошей даже расстрелы. И есть документированные факты, что 100 научителей польских уставов расстрелены за тайные научения в тайных комплектах на велосипеде этой широкой, от Вильна до Молодежна попросло в Пигродно. И это хороший пример для нас, потому что сегодня такие инстинкции нам не грозят. Это такая маленькая радость в этой негативной ситуации. Но это застрашение будет потянувало, чтобы мы срезыгнували и бороться в свое школьничество, чтобы в конце этот бульдуржер через нас приехал. Тем более, мы очень ценимы поставы научителей полупняйской школы, которые задекларировали, что если они не получают выплаты за месяц месяц, потому что нет детей в рождестве, выплаты будут не наличные, то будут работать неотплатно. А я имеющее глубокое предупреждение, что наша полная общественность организует с биоркой, чтобы эти научители получили эти выплаты и чтобы нам эту линьбу оборону нашего школьничества удерживать. Третий раз говорю, что мы должны проводить наши акции спокойно, спокойно и жизненно, которые всегда живут. Но, конечно, определенные эмоции нас напирают, потому что не способ этого всего понять, как это может происходить в стране унии. Но, как я еще раз говорил, спокойно, опланирование, единство, солидарность, determinация и на пауно выиграли. Неопреподобно еще раз вспоминам Унию Европейскую, потому что с нами есть президент Европейской Унии, спойнот полюнии, организация, которая лометит всех поляков на контуенции европейском, в 30-ти кольких странах, Тадеус Пилет. И запрашиваем очень сердечно до забавления голоса. Еще раз всем дякую за эту акцию, за эту солидарность. Счастье Боже для вас, шановные Państwo. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова